Вы планируете лекции заранее или нет? Или вы по ощущению этого зала действуете? Я до прошлого года даже не планировал лекций. Начал их планировать с американского прошлогоднего конгресса. Потому что там начали приходить уже американцы, настоящие американцы. И я с ними очень редко встречаюсь. И поэтому я хотел за эти три дня американского конгресса дать им минимум информационно-чувствительный пакет. Набор такой. И поэтому я запрограммировал свои темы более-менее. Конгресс был крутой. И выдал им таким образом. То есть я взял конкретные статьи Баля Сулама, выбрал из них самые важные такие части. И развил их. И развил их, да, сам. И после этого я видел, что все-таки мне надо уже идти таким путем. Потому что люди... Или я что им буду пересказывать, то, что они каждый день от меня слышат. То есть мне надо что-то на конгресс готовить, какую-то особую такую пачку информации. Сегодня мы стоим снова перед конгрессом. Но, откровенно говоря, я еще точно не представляю. Для меня это не проблема. Я могу это решить в последние несколько дней. Но я это должен уже решить. Примерно темы намечены. Потому что я желаю, чтобы люди подготовились по этим темам. Я не люблю экспромтов. Экспромтов в духовном развитии, они от того, что ты хорошо подготовлен. А не от того, что ты совсем ничего не знаешь. Ничего не знаешь, что ты в театре можешь, и там и то нет. Когда мы слушаем музыку, мы больше наслаждаемся тем, что нам уже известно. И повторяется. Ложиться уже на те наши желания, ожидания, которые в нас уже зависны. То есть вы за то, чтобы был скелет, да? Обязательно. Обязательно я желаю людей подготовленных. И когда мы вместе войдем в унисон, в определенные эти состояния, взаимные подъемы. Вот здесь мы раскроем наши следующие возможности. Именно от того, что они и я будем подготовлены к этому. Поэтому я очень настоятельно даже прошу и советую всех участников Конгресса быть заранее к нему готовыми. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!